16 февраля 2015 года уральскому композитору Евгению Радыгину исполнилось 90 лет. Глава региона наградил юбиляра знаком отличия за заслуги перед Свердловской области третьей степени и вручил автору знаменитой уральской рябинушке правительственную телеграмму от президента России Владимира Путина. Вы по-настоящему уникальный наш земляк, уралец, композитор, чьи песни и мелодии живут долгие годы, не теряя своей популярности и входят в золотой фонд российского искусства. Я хочу вам пожелать, Евгений Павлович, крепкого здоровья, живите долго и счастливо, радуйте нас своим присутствием и своим творчеством. Официальных званий у юбиляра много. Член Союза композиторов Свердловской области, народный артист России, почетный гражданин Свердловской области и Екатеринбурга, ветеран Великой Отечественной войны. В середине официальных званий гений уральского песенного жанра и классик уральской песни. Евгений Павлович поделился секретом, как у него получается писать такие гениальные песни. Мы думали, что этот секрет связан с особым вдохновением, мы думали, что это связан с особым состоянием и так далее. Оказалось, все просто. Нужно утром проснуться и 200 раз попрыгнуть на одном месте. После этого нужно облиться ледяной водой. И после этого песни сами потекут из вашей души и станут народным достоянием. Светет рябина, да. В течение двух дней Союз композиторов Свердловской области поздравлял Евгения Павловича. 16 февраля состоялся торжественный прием в администрации Екатеринбурга. На следующий день в резиденции губернатора рядом с менинником верный друг и соратник, супруга композитора Галина Семеновна. Поздравить Евгения Павловича собралась вся многочисленная семья. Приехали и внуки, и правнуки. Белым снегом, белым снегом, ночь метельная ту стёжку замела, по которой, по которой я с тобой родимый рядышком прошла. Он постоянно читает. То есть он в день, наверное, большую часть дня, он лежит с книгой. Читает стихотворения, читает философов. В общем, как бы нагружает себя по полной программе. Он что-то там наигрывает, что-то там мурлычет себе. Ну, как бы, оно внутри происходит, оно, может быть, не выражается в каких-то произведениях новых. Но то, что процесс не остановился, это совершенно точно. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В концертной части программы прозвучали самые известные песни композитора. «Уральская рябинушка», «Белым снегом» едут новосёлы, «Свердловский вальс» в исполнении народного артиста России Ивана Пермякова, «Уральского народного хора» и группы «Изумруд». «Раз, два, три, четыре, пять!» «Рома – это мой сын, а это его дети. Так оно и должно быть, всё идёт своим чередом». Собственно, мы сейчас живём в Москве, вот, сегодня мы приехали вот специально на дедушкину били. Я с маленького их самого вот такого вот состояния я им пела колыбельные песни, и «Уральскую рябинушку», и «Звёздочка тучку задела». «Росы ровняет туман, Песня вдали пролетела, Песня вдали пролетела, и подпевал ей, и подпевал ей, и подпевал ей, и подпевал ей, моя. И подпевал ей, и подпевал ей, и подпевал ей, и подпевал ей, моя.